Киев считает, что ответственность за крушение самолета несут сепаратисты на востоке страны. Ополченцы обвиняют власти в провокации. В эти минуты у посольства Нидерландов в Киеве собрались сотни человек. Они принесли цветы и свечи. На месте работает съемочная группа RTVI. На прямую связь с украинской столицей выходит наш САПКОР Анастасия Ханякина. Настя, добрый вечер и вам слово. Узнав о катастрофе, сотни киевлян отправились к посольствам тех стран, граждане которых были на борту Боинга 777. Люди приносят цветы и зажигают свечи в память о 280 пассажирах авиалайнера, 15 членах экипажа. А в память о детях, которых было 80 на борту самолета, люди приносят мягкие игрушки. Наибольшее количество людей сейчас находится под посольством Нидерландов. Это действительно точка невозврата. И что касается Европейского Союза, то мировое сообщество больше не может игнорировать и считать, что это только украинская проблема. Давать какие-то обещания и угрожать какими-то призрачными санкциями. Вследствие крушения малазийского авиалайнера погибло 295 человек, а по официальным данным за весь период антитеррористической операции погибло свыше 300 военных. Все здесь присутствующие считают, что эта трагедия, которая случилась сегодня, показала, что сепаратизм на востоке Украины – это общее горе для Украины и для всего цивилизованного мира. Реакция мира должна быть однозначной. Признание Путина террористам. Мир должен сделать все, чтобы прекратить этот беспредел на востоке Украины и вообще в мире. Трагедию, которая сегодня произошла в воздушном пространстве Украины, все ведущие политики страны назвали террористическим актом, начиная от президента Украины Петра Порошенко. Юлия Тимошенко призвала бороться с сепаратистами на востоке Украины так же, как весь мир борется с террористами. Ну а граждане Украины ожидают от Европейского Союза и от Соединенных Штатов Америки не просто слов соболезнования, а адекватных действий. Спасибо, Анастасия. Напомню, с нами на связи была наша украинская корреспондент Анастасия Ханякина.